И еще о бесхозяйственности, о возможной и об умышленном вандализме. Одесские историки в прошедшие новогодние праздники забили тревогу. В историческом центре с памятников архитектуры начали пропадать таблички с именами известных архитекторов. Известные просто сбивают их со стены, забирают с собой. Ни одного из вандалов за руку пока еще не поймали. При этом таблички уже начали появляться на аукционах старины, да и просто на известных сайтах с частными объявлениями. После очередного такого факта историк Андрей Красножон предложил несколько вариантов, как же прекратить разворовывание культурного наследия Одессы. Самый крайний вариант, я его не предлагаю как окончательный, но на рассмотрение, обсуждение. Это частичный демонтаж наиболее подверженных из группы риска табличек для их музеификации с немедленной заменой на точные копии, которые сейчас можно легко выполнить из искусственного камня и установку на фасад в то место, где, собственно, она и находилась. Раньше пропажу табличек связывали с вандализмом во время ремонта фасадов. Теперь же, предполагают историки, их умышленно снимают по заказу коллекционеров в условиях бездеятельности полиции. Они в итоге продают ценности в три дорога. Всего в Одессе насчитали примерно полторы сотни табличек, из которых уже исчезло около половины. Пропало, ну, около, я думаю, что приблизительно около 60 табличек на сегодняшний день было уничтожено. Некоторые закрашены, допустим, за штукатуриной их еще можно отыскать, а некоторые были уничтожены современным ремонтом, когда совершенно бездумно уничтожался исторический облик фасадов. Сохранность памятников архитектуры Одессы – это прерогатива гор управления культурного наследия. С ним и выясняют сейчас отношения краеведы. А пока конфликт разгорается, неравнодушные сами скупают таблички на аукционах и отдают их профильным чиновникам, чтобы те вернули ценности на фасады старинных зданий.